МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Концерты, фестивали, выставки, приезд деятелей искусства мирового уровня 2015 год для жителей Абхазии насыщен интересными культурными мероприятиями. Для обсуждения вопросов комплексного социально-культурного развития государства и приоритетов культурной политики на 2016 год Министерство культуры организовало сессию «Культура Абхазии. Актуализация и сохранение», открывшуюся 8 сентября в Сухуме в здании Национальной библиотеки имени Ивана Папаскир. Мероприятие собрало ведущих абхазских и российских специалистов в сфере культуры и искусств. Культура – один из главных показателей развития страны. Она является в Абхазии важным приоритетным направлением внутренней политики. Помимо того, что она способствует сохранению традиций и ценностей, культура – отдельный сектор экономики. Мы хотим, чтобы эта сессия была подготовкой для большого культурного форума, который мы планируем на будущий год. И мы как раз-таки можем сказать о том, какие программы и проекты, которые мы сегодня обсуждали, они получили свое развитие, что получилось, что не получилось, чтобы форум был площадкой для дискуссии. Культурный менеджмент, поиск новых форматов работы с аудиторией, вопросы сохранения историко-культурного наследия, правовое регулирование кинопродукции – вот основные темы сессии. Мероприятие собрало представителей учреждений культуры, креативного предпринимательства, а также абхазских и российских экспертов. И практиков в области культуры. Я находился в секции охраны культурного наследия. Там разноплановые проблемы. То есть там можно совершенно с различных сторон эту тему рассматривать. И очень было важно. Но я убедился для себя, что это довольно серьезный такой анализ идет. И у нас есть там структуры, люди, молодые люди, которые занимаются. И это очень важно и интересно. И я думаю, что, по крайней мере, артикуляция, вот это обозначение проблем, поиск решения, и там такой брейнштурм был. Там каждый, и вот модератор, который помогал, она молодая, но она имеет опыт. И мне кажется, это очень все было продуктивно. Восемь специалистов из Москвы и Санкт-Петербурга приехали поделиться опытом с абхазскими коллегами. Это эксперты и практики в сфере культуры, кинематографии и организаторы различных мероприятий. В Москве я и моя коллега Мария Привалова, мы состояли в дирекции первого московского международного форума «Культура. Взгляд. Будущее». Мероприятие было очень спорным, но оно состоялось с большим успехом. И оно показало себя очень полезным. И, конечно, мы хотели здесь, в Республике Абхазия, просто поделиться тем опытом, который у нас есть. И совместно с абхазскими коллегами попробовать спроектировать те идеи, которые именно полезны и важны для вас, для этой территории. Прежде всего, для ваших граждан в Республике Абхазии. Ну и уже, конечно, для туристического бизнеса. То, что пригодится. В открытии сессии принял участие премьер-министр Артур Микваби. В своем выступлении он отметил важность проводимого мероприятия для развития культуры Республики. Это мероприятие важное. Она, я думаю, должна сыграть большую роль. И задачи, которые мы с вами будем обсуждать, это научный подход. Думаю, что это продолжение тех традиций, которые заложены. И я очень рад, что наше министерство культуры вместе со штабом проведения подготовили такое интересное мероприятие. Мероприятие большое. И, конечно же, я как премьер-министр жду наоборот рекомендаций, которые будут высказаны в ученом ходе обсуждения. Участники мероприятия отметили важность сохранения культурных традиций для дальнейшего развития государства. Мы не вправе забывать о том, что духовные ценности, отражающие уровень развития того или иного народа, аккумулируют в себе энергию его художественного мировосприятия и самопостижения. В данной ситуации я хотел бы в контексте рассматриваемой проблемы коснуться вопросов сохранения и развития реальной историко-культурной идентичности нашего народа в условиях усиливающейся глобализации, ожесточенного геополитического противоположства сверхдержав, несовместимости интересами характерных особенностей автоктомной народной культуры и технократической цивилизации. После открытия сессии работа продолжилась в трех секциях. Развитие и продвижение традиционных учреждений культуры среди молодежной и семейной аудитории стала темой одной из секций. Задача этой группы – выработка проекта для учреждений культуры, ориентированного на регулярное привлечение и удержание молодежной и семейной аудитории. Собственно говоря, мы начали в дневные каникулы и закончили наш музей большим городским каким-то фестивалем, где все участники представляют итоги своей работы. Сквозная вся культура, чтобы собралась на определенную тему, это происходит у нас впервые. Очень интересно было слушать наших модераторов. Очень много новых идей, которые мы еще не использовали в своей библиотеке. Родилась новая идея, например, в ходе этого мероприятия. Мы в центре города, на проспекте Мира. Перед нашей библиотекой есть площадка, которая позволит нам, например, открыть летний читальный зал. Это в ходе этого мероприятия пришла такая идея. Во второй группе обсуждались проблемы правового регулирования съемок и трансляции кинопродукции. Цель работы в секции – проектирование госоргана для решения проблем кинопроизводства, в том числе и помощь съемочным группам в решении технических вопросов. Еще одной задачей этой группы является создание условий для съемок игрового и документального кино, а также проектирование идей бюджетных мероприятий для любительской съемки. В рамках секции были зачитаны доклады на различные темы, проведены мастер-классы российских специалистов. Надо изучать все опыты, потому что сейчас у нас это все только начинается. И в области производства документальных фильмов мы только-только начинаем работать. В отличие от республик того же Северного Кавказа, где, может быть, финансовые условия были намного лучше и более стабильные были последние годы, в отличие от нашего опыта. Поэтому надо изучать этот опыт. Модератор группы второй секции, член Академии российского телевидения, генеральный продюсер студии независимого экспериментального центра культуры и информации Арнольд Гискин. Киножизнь здесь может быть активизирована тремя путями. Первое – это прием групп из России и из других стран. Второе – это съемки своих фильмов дипломных, короткометражных, любительских, профессиональных и очень профессиональных. И третье – это развитие киноклубного, скорее, по большей части киноклубного кинопоказа. И во всех трех направлениях сделаны конкретные шаги, придумано, как это можно сделать. Где-то мы продвинулись немножко дальше, где-то немножко меньше. Но в любом случае тот план, который сегодня намечен, он может быть осуществлен министерством. Сейчас, вот после сегодняшнего дня… По мнению Арнольда Гискина, в Абхазии растет поколение талантливых людей, которые могут поднять местный кинематограф. Мне очень понравились молодые кинематографисты. Я не ожидал, что здесь, в общем, достаточно большое количество, которые что-то делают, которые окончили в ГИД, которые окончили другие учебные заведения, которые нацелены на серьезную киношную работу. Они нацелены, они вдохновлены, они хотят работать. Есть какое-то количество людей, которые могут быть продюсерами здесь. Это тоже ребята, проучившиеся, уже имеющие кинематографический опыт. И с ними мы выработали такое, как бы это модное слово, дорожную карту, какими путями можно двигаться. И свои рекомендации Министерства культуры мы, безусловно, дадим. Одна из актуальных в обществе проблем – сохранение и актуализация историко-культурного наследия. Эти вопросы поднимались в третьей секции. В числе обсуждавшихся в ней тем – объединение интересов государства, общества и бизнеса с целью возрождения и сохранения объектов наследия. В связи с этим выработаны следующие задачи. Разработка в группах концепции приспособления для будущего эффективного использования пяти выбранных объектов культурного наследия. Привлечение вне бюджетного финансирования для реставрации и организации массовых мероприятий в данных объектах. Задача, которую мы ставили вообще на этой сессии, в том числе сессии, которая непосредственно имеет отношение ко мне, к культурному наследию, мы, конечно, достигнем со временем. Цель этой сессии была – режимировать то, что мы имеем, в каком состоянии, как с этим работать. И цель была для того, чтобы люди различные, профессионалы, люди гражданское общество, которое имеет отношение к памятникам, госструктуры, люди, эксперты в сфере сохранения культурного наследия, высказали свои точки зрения по поводу того, что и как можно делать с нашим культурным наследием. По завершении сессии с результатами о проделанной работе выступили модераторы каждой группы. В 2016 году Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия планирует провести большой культурный форум. Все замечания и идеи, появившиеся в процессе работы сессии, найдут отражение при разработке мероприятий на будущий год. Нала Мукпа Эльдар Томиров, Абхазское телевидение. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА